Я приветствую вас на своем канале. На подходе очередная порция новостей из мира Турции и туризма, так что давайте сразу приступать к их обзору. На данный момент в туристическом сообществе обсуждается довольно нелепая ситуация, которая связана с гостиницей Гранада Лакшери Белек. Дело в том, что один турагент начал в соцсетях распространять о гостинице неправильную информацию, заявляя о том, что на территории отеля не работают подогреваемые бассейны. В своем посте турагент ссылается на своих туристов, которые заехали в гостиничный комплекс накануне вечером. Как оказалось, после ужина путешественники решили протестировать воду в бассейне и сочли, что она слишком холодная. Более того, они нашли для себя причину такого несоответствия заявленному концепту и предположили, что подогрев не включают из-за ротовирусной инфекции. На самом деле сейчас, когда уже наступил ноябрь, для очень многих туристов при выборе отеля в Турции наличие подогреваемого бассейна является одним из важнейших факторов. Получается, что для туристов, которые заселились в Гранада Лакшери, подогреваемый бассейн был настолько важен, что они прямо вечером после ужина пошли тестировать воду. Но думаю, что очень многие из вас прекрасно понимают, что вода в бассейнах в отелях Турции подогревается не 24 на 7, а в определенные часы. Что удивительно, в этой ситуации турагент решил не проверять информацию, а опубликовал пост и начал распространять дезинформацию о гостинице. Конечно же, это все дошло до руководства и менеджмента Гранада Лакшери, и их возмущению не было предела. Они говорят о том же, почему турагент, не разобравшись в ситуации, не написав маркетинговый отдел отеля, сразу начал публиковать вот такого толка комментарии. В итоге менеджер гостиницы связался с журналистами российского портала Турдом, опроверг информацию об отсутствии подогрева в бассейнах и сообщил следующее. Во-первых, он прислал список из 10 бассейнов гостиничного комплекса, которые в настоящее время подогреваются. Он сообщает, что температура воды в них, а также в аквапарке составляет 27-29 градусов. Как поясняет менеджер, бассейны работают с 9 утра до 5.30 вечера, после чего подогрев выключается. Поскольку вышеупомянутые туристы заселились в гостиницу уже вечером и пошли тестировать воду в бассейне только после ужина, а там подогрев отключается в 5.30 вечера, то несложно догадаться, что к тому времени вода уже могла остынуть. С сегодняшнего дня с 1 ноября гостиница Гранада Лакшери переходит на зимнюю концепцию, закрывает аквапарк, оставляет лишь часть бассейнов с подогревом, ну а также обещают, что будет продолжать работать спа. Вот такая вот вам информация по поводу отеля Гранада. Если вы собирались туда ехать и увидели комментарии о том, что там не подогреваются бассейны, как оказалось это все дезинформацией и переживать здесь совершенно не о чем. Мы переходим с вами к следующей заглавной теме данного ролика. Этим летом мы с вами не раз говорили о том, что турецкие отельеры в сезоне 2023 действительно просчитались, когда решили повысить цены на проживание. Многие представители турецкого турбизнеса были действительно на 100% уверены, что туристам будет некуда деваться, они все равно приедут на отдых в Турцию, на Анталийское побережье, на побережье Егейского моря, даже по завышенной стоимости. И такие мысли на самом деле стали для них настоящей роковой ошибкой. Это подтверждает и исполнительный директор туроператора Лоти, который сотрудничает с отелями премиум класса. Выступая на туристической ярмарке в Анталии, он сообщил о том, что серьезное повышение цен, произведенное многими турецкими отелями в сезоне 2023 года, оказалось просчетом. Я думаю, что многие из вас согласятся с таким экспертным мнением и, кроме того, лично я думаю, что подобную ошибку совершили не только отели, которые работают в сегменте премиум класса, но и многие отели бюджетного сегмента. Вот как описывает мысли турецких отельеров исполнительный директор Лоти. Цитирую. Куда денутся эти русские? Они обязательно приедут в Турцию, подумали мы и подняли цены. Да, на это также повлиял рост стоимости жизни и уровень инфляции в Турции. Но при этом, например, один отель на Мальдивах не повысил цены таким образом, чтобы компенсировать издержки от своей инфляции. И это был их выигрыш. Очень часто представители туристического бизнеса Турции любят сравнивать свои успехи и провалы с успехами и провалами других курортных стран. И вот здесь, в первую очередь, директор Лоти сравнивает действия турецких отелей с действиями отелей на Мальдивах и говорит о том, что в этом плане Турция не выигрывает. Далее он продолжает и сообщает, что мы, турецкие отельеры, предложили россиянам тот же самый пакет, что и в прошлом году, по гораздо более высокой цене. И в этот момент произошла потеря доверия. В следующем сезоне важно произвести на туристов иное впечатление. Было бы намного лучше, если бы наши друзья-отельеры придерживались взвешенных и сбалансированных цен. Какие золотые слова, ну а где же вы были раньше? Неужели нужно было пройти всему сезону 2023 в Турции для того, чтобы понять ошибки и осознать тот факт, что даже состоятельные туристы не готовы выкладывать за Турцию такие крупные суммы. Гораздо проще для многих поехать на те же Мальдивы, отправиться на ту же Кубу. Мне очень часто в комментариях, вы, мои зрители, писали, что у нас есть деньги, но тот ценник, который мы увидим за Турцию, нас нисколько не привлекает. Мы лучше потратим эти деньги на путешествие в другую страну. И многие из вас, кстати говоря, в этом году так и делали. И, наконец-то, в Турции это поняли. И теперь высказываются не только какие-то отдельные эксперты в области туризма, но даже уже исполнительный директор туроператора Лоди, который работает с отелями премиум-класса. На самом деле 2023 год стал весьма поучительным и показательным для турецкого бизнеса, который ориентировался на успехи 2022 года. Но почему-то все забыли, что в 2022 году, в частности, на российском туристическом рынке наблюдались огромные проблемы с самолетами, с авиаперевозкой по другим заграничным направлениям. И очень многим ничего не оставалось делать, как отдыхать в Турции. И из-за этого и произошел во многом успех 2022 года. Но в 2023 году ситуация в корне меняется. Появляется больше чартерных программ по другим направлениям и в Таиланд, и в Арабские Эмираты, и в Египет. Конечно, здесь у туристов появилось намного больше возможностей в плане выбора. Осознание того, что в 2023 году у Турции появились действительно серьезные конкуренты, постепенно наступает. И вот какой комментарий на данный счет дает исполнительный директор Лоти. Рынок туризма премиум класса Турции живет и будет жить рядом с такими конкурентами, как Таиланд, Мальдивы, Арабские Эмираты и Сейшелы. Ведь для этих направлений россияне и туристы из стран СНГ сейчас являются одним из наиболее важных рынков. Мы поделились этим видением с нашими отельерами. Директор Лоти уличает некоторые турецкие отели в искусственном маркетинге и проводит очень интересную аналогию с базарной лавкой, которая рассчитана на туристов, которые вам пытаются продать товар по значительно завышенной стоимости. Вот что он говорит. Здесь у нас есть проблема в том, что многие отельеры еще занимаются искусственным маркетингом, пытаясь продать часы, которые стоят 50 долларов за 150 долларов. Мы должны выйти из плена подобных рассуждений. Я полностью здесь соглашусь с мнением эксперта. Недостаточно просто делать красивую рекламу, заманивая туристов в тот или иной отель. Нужно еще и предоставлять соответствующего качества услуги. В этом году в Турцию даже очень многие бюджетные отели существенно завышали цены, но при этом не предоставляли соответствующие этим ценам услуги и сервис. Получается, что представители турецкого бизнеса, в частности на примере директора туроператора Лоти, мы можем видеть, что они понимают ошибки отельеров и что из-за них в 2023 году Турция не дочитала значительного числа туристов из России. В частности речь идет об Анталийском побережье. Они пытаются донести до турецких отельеров, что нужно вводить более сбалансированные цены. Нам лишь остается ждать, прислушаются отельеры к этим советам или нет, но в одном из последних роликов мы уже с вами говорили о том, что многие отельеры сейчас заявляют, что цены в 2024 году останутся на уровне 2023 года. Понижения уж точно ожидать не стоит. Мы двигаемся с вами дальше. Небольшая новость для всех тех, кто планировал поездку в Стамбул, поступает новость, согласно которой с 15 января 2024 года вход в Айя-Софию вновь станет платным. Об это нам сообщают Министерство культуры и туризма Турции, правда, пока не говорит о том, сколько будет стоить билет. Напомню, что в июле 2020 года решили отменить платные билеты для иностранных туристов. Получается, что чуть более трех лет путешественники могли свободно посещать Айя-Софию. Но, как мы видим, с 15 января следующего года власти решили вновь сделать вход платным. Краткое напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом, потому что это помогает мне в развитии моего канала. Ну а если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, потому что здесь вы всегда будете находить последние новости из Турции и мира туризма, обзоры отелей и экскурсий. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть те ролики, которые прямо сейчас появятся у вас в рекомендациях. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя и мы увидимся в следующем видео.